Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу просто поговорить с вами о проблеме, которая существует очень давно, испокон веков в литературоведении и вообще в рассуждении о литературе, о проблеме сопоставления друг с другом прозы и поэзии. Проблема, которая стала в наши дни довольно интересной, потому что появилось много текстов, которые, условно говоря, не причислены ни к прозе, ни к поэзии. Они появляются таким образом, что их авторы, если есть таковые, их не обозначают как прозаические или поэтические, а их потребители, читатели относят их иногда к таким, а иногда к другим. Ну, в частности, вот тексты современной литературы некоторые, да и не только современной литературы, а тексты, довольно уже насчитывающие доброе количество лет, можно, условно говоря, считать и относящимися к поэзии, и относящимися к прозе. Ну, мне сейчас в памяти приходит такой довольно древний пример. Эта книга, кажется, называется «Притчи», да, если я правильно перевожу, Соломоновых, где каждый текст может, вот это как бы проза, но одновременно это может вполне считаться и стихотворением, небольшим, маленьким стихотворением. Вот я хочу в моих размышлениях как бы дать еще одну возможность читателю, который не предвзят, решить для себя, имеет ли он дело с текстом прозаическим или поэтическим. И вот, позвольте мне, значит, предложить вам эти предварительные рассуждения о смысле дихотомии поэзия-проза относительно места возможного вторичного субъекта. Вот я считаю, что вот установление этого возможного вторичного субъекта текста здесь очень важно. Это не гипотетический автор, создатель, а вот тот, кто с этим текстом начинает общаться, ну, как бы в следующий раз, вот, после того, как он создан. Ну, в первый раз там или в какой-то раз. Вот это вторичный субъект. Почему он субъект? Потому что, ну, он, общаясь с этим текстом, как бы его интериализирует, и это уже его текст. Он уже о нем, как бы, может помыслить, как о своем. Для чего? Для этого нам придется на время абстрагироваться от совсем современного контекста, хотя я с него начал, и представить себе возможные, ну, самые такие древние архаические контексты, а на самом деле они будут представлены в виде разного рода надписей на предметах или там просто на природном пространстве, скажем, или текстов, которые передают традиции, как тексты устные и так далее, и так далее. В этих контекстах мы обнаружили, что субъект поэзии с самого начала синтетичен. То есть поэтические тексты, если они с самого начала определяются как поэтические, в них субъект синтетичен. Это одновременно и создатель этого текста, или автор, и я. Вот тот, кто его, так сказать, интериализирует и читает. И, как правило, позволю себе заметить, что этот текст имеет такую доминанту, что прежде всего этот текст мой. Хотя я и знаю, например, что очень древние стихи, их можно назвать стихами, это псалмы Давидовые. Они созданы великим псалмопевцем Давидом, но когда я их читаю, это все-таки мои стихи, я их читаю, я их как бы произвожу. Ну, там, не говоря о том, что огромное большинство этих текстов, в них просто написано «я». И это я, может быть, и я, не только я абстрактный, но и я как таковой. «Из глубины к тебе воззвал я». Это, конечно, не только мое, как бы, со стороны представления о том, что это царь Давид говорит, что он… А это и я воззвал из глубины. Вот есть также и эта сторона. Могу сразу сказать, что тексты, которые я считаю, ну, такими примитивно-празаическими, этого момента не содержат. А к этим текстам я отношу, ну, разного рода вот тексты, типа надписи, например, там, владельческие надписи, там, какой-нибудь кувшин, который найден в раскопках, и на нем написано, там, Давида. Это его, это не мой. Нет, я к этому горшку не имею никакого, и к этой надписи не имею никакого отношения, как я. Ну, вот это такое основное разделение, которое, как мне кажется, также очень верно и сохраняет свою вот эту сущность на протяжении всей истории письменных и устных текстов вплоть до нашего времени. И могу сказать, что относительно тех текстов, которые нам подаются где угодно, там, в Всемирной сети, там, или я не знаю где, в разных журналах, или вообще мы слышим их вот как-то через наушники, допустим, если эти тексты имеют доминанту такую, что они хотят, условно говоря, чтобы они стали моими, это тексты поэтические. А тексты, которые, вообще говоря, нам повествуют что-то внешнее, вот это различие внутреннего и внешнего здесь важно, это тексты прозаические. Хотя они могут быть сейчас уже оформлены совершенно смешанным образом, там, содержать, допустим, и параллелизмы, и какого-то рода звуковые повторы. Это уже, я считаю, очень важные характеристики, но это характеристики все-таки, ну, не то что вторичные, но не первичные, вот так. Тут надо еще что-то добавить. А именно, что, ну вот есть проблема, которая всегда, так сказать, возникает. Какой жанр является первичным – проза или поэзия? Ну, судя из моего изложения, по моему изложению, вы можете сказать, что, наверное, это такая основка вопроса не совсем, что есть очень первичные тексты, и поэтические, и прозаические. Вот всевозможные там списки товаров, там, владельческие надписи и так далее – это все-таки проза. Хотя, может быть, в наших терминах еще не художественная проза, но проза. А вот тексты, которые нам, допустим, кажутся сейчас тоже прозаическими, ну, слово конвенционально, так? Ну, вроде, например, очень таких, ну, прозаических текстов Библии, ну, с Ветхого Завета, так сказать, где тоже имеются в разных книгах списки там людей, мест и так далее, и так далее. Тем не менее, вот кто-то, кто их, так сказать, когда-то с ними работал, вдруг, значит, отнес их к поэзии. И я вам, ну, вы знаете сами, что там эти все тексты на самом деле, в кавычках, поются. То есть есть шконтиляции, есть такого рода их версии, которые, ну, говоря устно, их можно читать глазами, но если их читать устно, их надо петь. Значит, это вроде бы поэзия. Так что, значит, с самого начала есть кто-то, как бы, думает о том, что надо эти жанры, надо это разделение жанров, во-первых, четко, так сказать, постулировать, а во-вторых, все-таки с ним играть, так, чтобы одно могло быть, там, другим, и так далее, и так далее. Ну, заранее хочу сказать вот что, что мне могут задать или сказать как бы наперекор, что, ну да, вот поэзия понятна, а вот прозаические тексты, о которых я говорю, они, ну, традиционно не считаются прозой. Это деловые тексты, какие-то там, ну, не знаю, хозяйственные, официальные, и так далее, и так далее. Верно, это я совершенно правильно понимаю и принимаю. Но и для этих текстов, как сказал Бахтин, существует возможность того, что в большом времени они могут вдруг начать восприниматься как тексты, условно говоря, художественной прозы. Что для этого нужно? Для этого нужно, значит, ну, для поэзии, для того, чтобы она начала восприниматься как поэзия, а не просто как строчки, ну, нужна традиция, там, ну, нужны какие-то, в общем, многовековые размышления об этих фрагментах, так, что мы их теперь понимаем как фрагменты вот когда-то существовавших стихов и так далее. А вот для текстов, условно говоря, деловых, там, и так далее, которые не включены в традицию прозы, вот это большое время всё-таки создаёт коммуникативный контекст, который, в конце концов, позволяет рассматривать нам такие тексты как некоторые, ну, образцы прозы или протопроза, или вот какие-то обрывки чего-то, что можно было бы, из чего-то можно было бы сделать прозу. Просто хочу сказать, ну, такого рода контекстом всегда являются контекст исследования, контекст размышления над традицией и так далее, и так далее. Ну, могу сказать, в частности, что вот одни из первых образцов так называемых, того, что мы теперь считаем художественной прозой, а именно, ну, описание путешествий, старые, древние, так сказать, перегесис, они, и в них есть такие вот, во многих из них есть такие перечисления. И вот я там видел, и дальше идет список, который, там, другого рода, такого же, примером превращения просто списка, не оформленного никак с точки зрения поэтической речи, уже в прозу являются всем известные очень старые экфрастические тексты, где тоже перечисление, там, уже это описание, то есть не только какой-то инвентарь предметов, состояний и так далее, а, ну, описание, оформленное в какой-то, там, хронотопическим образом, то есть какое-то пространство, и есть порядок размещение этих слов, они вот дают этот контекст того, что это становится прозой. И действительно, в художественной прозе, как мы ее уже знаем, само вот, так сказать, описание и есть то, что составляет, как бы, ну, само сущность понимания того, что такое проза. проза – это и есть такой тип художественного описания. Ну, я уже снова повторю, что я считаю, что поэзия всегда принадлежит к некоему внутреннему пространству, внутреннему хронотопу, даже если предположить, что есть какие-то тексты, которые, ну, в общем, описывают какое-то действие, которое совершено где-то, когда-то, там, и вот оно описано так, что мы теперь уже можем считать это стихами, мы можем считать это стихами с того момента, когда это, когда мы интериализировали это описание, когда оно стало не просто принадлежащим вот там, а когда мы уже понимаем, что это часть нашего внутреннего пространства. Поэтому, между прочим, вот, прыгну и скажу, что есть понятие личной песни. Ну, мне самому рядом с Владимиром Николаевичем Вячеславом Селычем приходилось записывать довольно многочисленные образцы личных песен, которые нам пели, выдавали, так сказать, ну, те люди, у которых мы это записывали, ну, в кетской экспедиции. И это такой жанр, который есть, и который, ну, как бы, вот, по всякой причине, его создатель предполагает, что этот текст создается вот теперь и сейчас, хотя он принадлежит ему там всегда, он его может спеть и завтра, и послезавтра, но вот его создание, оно здесь, а вот личной прозы нет. То есть она может и есть, и возникнет потом, как проза какого-нибудь там Розного, которым мы знаем, что он пишет вот свои строчки и заставляет нас думать, что это его строчки, потому что он указывает, где они написаны, в каком месте, когда и как и так далее. но если бы они так и остались его заметками, я не знаю, вот они как бы становятся прозой в тот момент, когда мы уже, так сказать, их понимаем, как его память, как то, что он это вот нам оставил, как есть такой контекст. И вот теперь я хочу как бы все то, что я рассказал, определить как какие-то, ну, если хотите, критерии. И я думаю, что можно как-то их определить. Ну, критерии того, что это поэтический текст, я условно называю ценность. Ну, обычно называют это эстетическая ценность, или как-то эстетическое. Я как-то рассматриваю это шире и говорю, что это вообще ценность. Ну, почему-то вот данный текст для нас или для его создателя несет какую-то ценность, смысловую, эмоциональную, какую угодно. Вот это стих. А критерий, по которому выделяется проза, я бы, так сказать, уставляя себя на посмешище и удары ученые публики, назвал бы критерием идентичности. И он, ну, так, как бы интуитивно, не то, что менее понятен, но я его сразу отнесу к критерию, который вам будет гораздо более понятен. Это критерий того, что называется реализм. С чем я с этим словом не согласен и думаю, что это не так, потому что, условно говоря, проза может быть совершенно фантастической. Ну, как знаем примеры фантастической прозы там с древних времен. Или разного рода примеры прозы, которая оперирует с вымышленными там сущностями, действиями, операциями совершенно, так сказать, придуманными и так далее. Но здесь важно, что вот это будет прозой до тех пор, пока эти операции, эти сущности, эти предметы, эти явления, эти вещи не будут нам представляться как, ну, идентичные либо самим себе, либо каким-то подстроением, которое автор совершает, так сказать, себя в мозгу и так далее, и относительно которых мы знаем, что они есть, могут быть. Вот это, значит, момент идентичности. Я считаю, что в этом смысле, да, можно различить прозу и поэзию теперешние, которые как бы совершенно это все переворачивают таким образом, что в прозе все-таки важно, что значит, перед нами есть текст, в котором отдельные его моменты, элементы, семантические там, образы, куски и так далее, они идентичны. Кому? Чему? Идентичны нашему представлению, идентичны каким-то объективно, так сказать, зафиксированным сущностям, идентичны тому, что сам автор постулирует как части того мира, который он создает и так далее. А вот если нету этого как бы доминанта построить идентичность, то тогда этот текст вполне может быть даже и поэтическим. Да, нам мы с удовольствием можем воспринимать какие-то собранные вместе предложения, фрагменты, в которых мы уже видим и ищем какие-то ценности. Ну, что такое ценность? Ценность, не знаю, благозвучие, гармония, какие-то там особым образом организованные повторы, это все вещи, касающиеся формального оформления. Либо ценности, эмоциональные. То есть мы это уже пережили, мы с этим можем как-то и так далее. Да, может быть и то, и то. Хотя, условно говоря, мне трудно как-то найти реальные примеры, даже из современной литературы, что вот это вместе очень гармонично сочетается. Хотя, заранее это отрицать невозможно. Ну, я не буду перечислять те жанры, которые я считаю первоначально поэтическими. Скажу только, что там, туда, конечно, входят, как я уже сказал, и песни, и молитвы. Но уже, так сказать, и дальше могу сказать, да, туда входят и заклинания, заговоры, считалки, загадки разного рода, а также речения, которые для того, кто их, так сказать, создавал, были важны именно как речения, как части, вот, как что-то, что как-то существенным образом определяет стиль говорения автора или, значит, для нас стиль нашего восприятия. Афоризмы. это очень важно, потому что есть тексты разного рода надписи, там, древние на стенах или, там, на каких-то воротах, которые тоже как бы выполнены в виде речения. Ну, например, известная в мире такая, в Иране, берестунская надпись, ну, или подобные надписи, где, там, как-то прославляют царь, и цари, и так далее, и так далее. Вот я считаю, что это проза, хотя она может быть организована и по поэтическим каким-то признакам, но это проза, потому что другой такой нет. И автор, там, или создатель, который высек это на этих камнях, больше ничего такого не сделал. То есть, ну, вот, это, и это, главная доминанта состоит в том, чтобы утвердить идентичность этого царя и этой надписи, чтобы как-то не была создана модель того, то есть, она есть, как вообще такие надписи писать. Но эта модель, вот, в этом смысле, в этом случае чисто прозаическая, а не поэтическая. Хотя, повторяю, что здесь можно найти массу каких-то чисто, ну, вот, поэтических приемов формальной организации. Но я ее считаю прозой. Да, вот, уже насчет надписей и так далее, значит, это я сказал. И последнее. Я уже, значит, подхожу к последнему. Из чего все это, как бы, у меня родилось? Ну, понятно, что человек думает о проблеме прозы и поэзии, вот, я думал таким образом. Но реально, хочу сказать несколько слов и о тех конкретных текстах, которые, как бы, привели меня к этому рассуждению. Дело в том, что русские тексты, русской литературы или русские тексты, поскольку те тексты, о которых я буду говорить, ну, не очень считаются текстами русской литературы. вот эти тексты, которые были созданы после революции 17-го года, в них проблема идентичности очень остро как-то возникает. И насколько я вот мог как-то, ну, не знаю, судить, сравнивая эти тексты с другими похожими текстами на других языках, ну, я не нашел ничего вот подобного. А именно здесь эта идентичность является идентичностью конкретных людей. Вот, они говорят, значит, это тексты, которые написаны, их довольно много, ну, бесконечное количество, людьми, которые так или иначе какое-то время работали или жили в Советской России, а потом ушли, уехали, убежали и эти свои тексты напечатали в основном на русском языке, но не только на русском языке, за границей. Могу несколько имен назвать, такой был, ну, два крупных финансиста советских, Саломон или Соломон, Георгий Александрович и Лазерсон, у него какое-то еще другое имя и фамилия есть, но я его не помню сейчас. И они писали подробнейшие воспоминания о их работе, вот в Советской России. И этих текстов, в общем, они очень интересные, там есть тексты Агабекова, Бажанова, между прочим, сюда же принадлежит и замечательная книга Ходосевича «Некрополь». Вот они все отличаются тем, что в них очень подробно рассказывается о определенных людях, ну, советских вождях, чиновных как хотите называйте их. И говорится о них что-то такое, чего, так сказать, в самой Советской России никак нельзя было узнать, прочесть и так далее. Ну, например, об их внешности, об их одежде, об их привычках, о том, где они вообще есть, где их можно видеть и так далее. то есть эти тексты как бы устанавливали какую-то идентичность этих персонажей, что они вот такие, а не какие-то еще, не какие-то другие. То есть они нам вот дают идентичность этих людей, равно как идентичность мест, описания разных там зданий и так далее, и так далее. И этих текстов очень много, и они печатались, и они за границей читались и так далее. Но в русскую литературу они традиционно не вошли. Почему? Ну вот потому что как-то они считались традиционно какими-то личными такими свидетельствами. А на самом деле я думаю, что в них есть очень много интересного именно с точки зрения прозы того, как они построены. И все они построены по определенной прозаической модели. Но об этом это уже как бы тема другого доклада, который я надеюсь я где-нибудь когда-нибудь произнесу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ